Спортивная география участников соревнований по дисциплине «Сюта Кан» поражает воображение. Дальний Восток и Сибирь, Краснодарский, Ставропольский и Пермский края, Центральные регионы и, конечно же, Москва и область. Юноши и девушки от 14 лет и старше, с хорошей подготовкой, большим азартом, приехали отстаивать честь своих регионов. От Московской области достаточно большая команда, в количестве 60 человек представлена. Из таких городов, как Подольск, Воскресенск, Коломна, Дмитров, Яхрома, большая команда из года Люберцы, а также город Ступино. В общей сложности большие соревнования собрали более полутора тысяч участников. Работу на татами по базовым разделам «Ката» и «Кумите» оценивали 104 судьи. Великолепную технику, ритмику и координацию продемонстрировали юниоры и ветераны восточных единоборств. Наш вид спорта мы считаем очень полезный для развития как мальчиков, так и девочек, мужчин и женщин. Почему? Потому что он развивает все качества, необходимые вообще в жизни. И даже те, кто не становится чемпионами и призерами, они набирают потенциал качеств положительных, таких как внимания, устойчивость внимания, концентрация внимания, объем внимания, координация и двигательная память. Астраханка Элина Исалиева, обладательница коричневого пояса, уже более 10 лет занимается этим видом спорта. Упорным трудом и активными тренировками добилась признания и продолжает стремиться к новым вершинам. Всегда нужно критично относиться к своему выступлению, поэтому всегда плохо. Но нужно, наверное, больше стараться. Интересны новые эмоции, новые ощущения. Финал состязаний представлял собой увлекательное зрелище. Участники показывали мастерство ката и демонстрировали свои умения в поединках. Более сотни спортсменов получили награды разного уровня за три соревновательных дня. Галина Житкова, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.